Привет все мои дорогие друзья, уважаемые авторы с ресурса Яндекс.Дзен и собственно команда Яндекс. Я своим видеороликом никаким образом не хочу обидеть вас, ваших сотрудников и тем более службу поддержки, но я записываю этот видеоролик уже от полного бессилия, потому что ни ваша поддержка не может мне оказать какой-либо существенной помощи. Они уповают на всевидящее око вашего алгоритма. В свою очередь этим же роликом я хочу попросить помощи от более опытных авторов, которые конкретно смогут мне ткнуть носом, что нужно исправить, чтобы статья прошла ранжировку. И третье, я хочу предостеречь начинающих писателей, если вы, как и я в свое время, верите в то, что Яндекс это такая, знаете, новая платформа, где тебе рады, где тебя будут поддерживать, но не ждите этого. То есть я был очень сильно удивлен тем, что мне сказали, а мы ничем вам помочь не можем, то есть бесполезно что-либо делать. Я даже вам покажу переписку с поддержкой. Итак, давайте приступим. То есть, во-первых, я не являюсь каким-то крутым автором. Это вот самый мой главный такой аргумент. Я не крутой автор. Я пишу про то, что мне нравится, и я не требую к себе какого-то особого отношения. То есть мне хочется, чтобы поддержка была банальна на уровне каких-либо других ресурсов. Я пишу про аниме, про технологии, про разгоны, про эмуляторы, про сериалы, про фильмы ужасов, про новые релизы на Нетфликсе, про Android, про Windows. То есть я пишу обо всем. Вот у меня канал абсолютно не тематический. У меня все, что интересно мне. Знаете, такой ЖЖ одного автора с YouTube, который решил писать параллельно бложек свой на Яндекс.Дзене. И при всем при этом, делая все с любовью и душой, мне удалось добиться вот таких вот показателей. Я сейчас занимаю 486 место из почти что 43 500 авторов. И я считаю, что цифры это цифры. То есть для меня эта цифра абсолютно ничего не значит. Я когда-то грезил попасть в команду Яндекс.Нирвана. Сейчас я, в принципе, понял, что даже если ты туда попадешь, главнее всех на свете это алгоритм Яндекса. Сейчас постараюсь объяснить, почему. Я вот настолько сильно разочаровался и также прошу помощи у авторов на Яндексе, которые реально разбираются в поведении алгоритма. Вот эта вот статья, мне ее безумно сильно жалко, потому что она уже прошла 15 различных модификаций. Многое вырезалось, заменялось, старые скриншоты на новые, трейлеры менялись. И она сейчас, по сути, кастрирована. И мне пришлось все вот так вот взять и просто вот все свои труды, ну, не знаю, истереть нахуй. И алгоритм все равно не пропускает ее. И я переписываюсь с поддержкой. На секундочку вот уже 15 писем в обе стороны. То есть это получается мой запрос, официальный ответ, мой запрос, официальный ответ. Я просто обнаружил, что эта статья не ранжируется. При том, что это моя не первая статья касаемо фильмов ужасов. Это четвертая в цикле. То есть таких статей четыре. Построенных абсолютно по одним и тем же лекалам. То есть я сделал для себя свой фирменный стиль, что у меня идет немножечко описание, собственно, официальная обложка. Дальше несколько кадров из фильма и трейлер. И я, понимаете, как сказать, если бы вначале я еще мог подумать, что у меня была какая-то жесть, хотя я попросил своих подписчиков, которые вступили в наш закрытый телеграм-чат, то есть такие самые преданные подписчики, я говорю, ребят, пожалуйста, посмотрите статью, вот скажите, какая там есть жесть. Это было при самом первом прочтении, когда она еще не была изменена. И они даже, они написали, что она ничем не отличается от твоих других статей. Совершенно ничем. То есть я так понимаю, что здесь какая-то компиляция слов или изображений, или еще черт пойми, я не знаю чего, что пугает алгоритм Яндекса. И когда я написал в поддержку и сказал, что чуваки, ну слушайте, ну вот как бы писал статьи, не знаю в чем дело, да, вот не пропускает и все. А модератор, который проверял эту статью, он написал, я с алгоритмом согласен, она действительно может многих читателей шокировать. Ну б***ь, если эти читатели, они реально ссыкуны, прям вот знаете такие, которые воробушков боятся, я еще могу понять, на что я могу, ну укажи конкретно, что тут тебя пугает, я исправлю, мне как бы нетрудно. Работал над материалом, хочу, чтобы люди его увидели. И девушка мне сказала, что вот вы знаете, скорее всего, вот это, вот это, вот это нужно заменить. Я заменил, статья повторно, модерацию не прошла. Я уже просто, знаете, решил, ну просто написать детский материал. То есть я убрал все, там слово кровь, насилие, главный герой, там дети культисты, ну вот всякие такие слова, которые в моем понимании, ну реально машина, могут восприняться как нечто плохое. Я бы своему ребенку разрешил ее почитать, потому что тут уже ничего нету, никаких таких слов страшных. Вот, и они говорят, нам машина не говорит, что не так, просто алгоритм так сказал, и мы как бы доводим до вашего сведения. То есть получается там в Яндексе сидит какой-то суперкомпьютер, а все люди просто бегают как болванчики и пляшут под его дудку. То есть, о, великое око, алгоритм так сказал, о, мы должны так сделать, там, слушаем и повинуемся. Ну, получается так, еще раз спрошу, вот если без всякого сарказма, пожалуйста, опытные Яндекс.Дзенщики, если таковые имеются, я приложу в описании вот ссылочку на эту статью, скажите, что исправить? Я повторно попросил разрешения у администрации Яндекса на изменение, как бы, ну, на внесение изменений в эту статью, чтобы все-таки алгоритм ее повторно перепроверил, там, пускай даже, но мне они написали, что если что, они могут вручную повторно его отправить на перепроверку. Вот скажите, что исправить, чтобы у меня повторно прошла вот эта вот статья, я буду вам очень сильно признателен, вы, в свою очередь, можете спрашивать у меня помощи о технологиях, я вам всегда постараюсь помочь вобраточку. Ну, собственно, все, тут даже нет никакого контекста больше, я жду помощи, я прошу о помощи. Всем пока и до скорых встреч, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok